Сентябрь – горячий месяц для дачников. Время сбора урожая и подготовки к зиме. Председатели садово-дачных товарищей в Самаре с вопросами на перспективу пришли на встречу с главой администрации города Олегом Фурсовым. В центре внимания – развитие города и самарских дач в том числе. У нас несколько садово-дачных товарищей. И в этих садово-дачных товарищей только у меня есть электричество, хорошая вода. Подключить коммуникации к дачным участкам в Самаре станет проще и незатратно для самих дачников. Областная программа поддержки садово-дачных объединений региона, которая раньше действовала только для сельских районов, теперь будет работать и в городских округах. Самарские садоводы тоже получат субсидии на подведение воды и электричества. Это положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением или реконструкции системы электроснабжения и водоснабжения. Она утверждена, деньги выделены, они уже имеются в этом году. Обустройство дорог, в дачные массивы, контейнерных площадок – все эти вопросы гораздо эффективнее и быстрее будут решаться на местном уровне, когда районные власти будут напрямую общаться с горожанами, хорошо знать все проблемы, волнующие жителей. Прямое взаимодействие горожан и власти – смысл реформы местного самоуправления. Удастся ли воплотить задуманное в жизни, зависит от самих жителей и от того, кто войдет в районы и советы депутатов. Представлять местную власть должны люди, своим трудом доказавшие, что готовы работать на благо района. Это учителя, врачи, общественники, представители трудовых коллективов, заинтересованные не в личном обогащении, а в развитии Самары. Все они будут работать на безвозмездной основе. Они будут трудиться на своих предприятиях и в период проведения сессии, когда районные советы будут собираться, их предприятия будут опускать для того, чтобы люди могли, проголосовав, выбрать единственное правильное решение в интересах района. Ускорить решение насущных вопросов позволят местные бюджеты, которые будут выполняться за счет налоговых поступлений и средств из вышестоящих бюджетов. Районы будут более самостоятельны и в плане полномочий, поэтому главным ориентиром в работе райсоветов станут предложения горожан. 13 сентября день выборов районные советы депутатов – воскресенье. С дачи придется уехать пораньше или проголосовать заранее, говорят садоводы. Ведь если все самарцы проявят активность и сделают действительно свой выбор, районные советы будут работать для людей, для родного города. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.